Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. И сегодня мы будем читать 13 главу, которая вся посвящена кожным неким таким болезням. То, что называется Мицора на еврейском языке. Эта глава очень большая, тут 59 стихов. Поэтому мы осветим только те стихи, на которые есть соответствующие святоотеческие комментарии. Прежде всего надо уяснить для себя, что в Ветхозаветной традиции устанавливает симптомы этого кожного заболевания, которые напоминают симптомы проказы. Но проказы лепрой Мацора не являются. Однако комментаторы рассматривают цараат Мацору именно как наказание, некий духовный недуг, духовная болезнь, которая посылается свыше и не является инфекционным заболеванием в таком человеческом понимании. Это было хорошо известно не только во времена странствий еврейского народа по пустыне, но и в эпоху царей и все то время, пока стоял храм. Об этом рассказывается в книге царей. Когда к царю Израиля обращается с просьбой некий человек найти способ излечить больного цараат, он, царь, отвечает, «Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять, что этот посылает ко мне человека излечить его от цараат?» Таким образом, здесь все-таки речь идет немножко о другом, не о проказе, не о лепре, а именно о неком таком духовном заболевании. И древние экзегеты объясняют, что само слово «мецора», определяющее человека, пораженного этим заболеванием, о котором рассказывается в 13 главе книги «Левит», означает «мо ци шем ра». А «мо ци шем ра» переводится как «порочащее имя», то есть «порочащее имя ближнего». Таким образом, мы устанавливаем, что библейское «мецора» — это наказание за злословие других людей. И мы видим из библейского контекста, что сестра Моисея, Мариам, она была покрыта этой болезнью, Моцорой, за то, что она злословила своего брата, пророка Божия Моисея. Нил Синайский пишет, сказано «Около уст да обвиняется и нечист прозовется, вся дни вняже будет, на нем язва, отлучен да сидит вне полка». И объясняет «Иные нерассудительно и смело дозволяют брать на себя преподавание духовного учения людям боримым с кверными страстями и очернившими себя множеством грехов. Но вот Божественный закон обвивает молчанием уста исполненное зловоние, пока не обратится таковой человек и не очистит себя самыми терпеливыми трудами, жестокими подвигами, потоками слез, долговременным злостраданием и непрестанным уничижением, и пока, умилосердившись над ним, владыка всяческих Христос не изречет, расшири уста твоя и исполни я». Не бесчестия и великой мерзости, но благоухания и всякой благости на пользу тебе самому. «А потому и тем, которые будут тобою оглашены». То есть человек, который склонен к злословию, он даже рта своего не имеет права открывать, потому что это крайне неприлично, особенно когда один православный христианин злословит другого православного христианина. как апостол Павел писал, «Да никакое гнилое слово не сойдет с уст твоих». И мы читаем первый и второй стих. «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, когда у кого появится на коже тело его опухоль или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы». Видите, сказано «как бы язва проказы». То есть имеется в виду «как бы», но не сама проказа. «То должно привести его к Арону священнику или к одному из сынов его священников». Здесь вот как бы вот это уточнение, что на коже происходит это загноение за злословие ближних. И Нил Синайский пишет, «Будем усердно молиться о том, чтобы прогнана была душевная проказа». Душевная проказа. Как я уже сказал, Моцоры – это некий такой духовный недуг, и Нил Синайский продолжает «От духовной предены того, что составляет как бы жилы Церкви Христовой, разумею, епископов, и всех, пользующихся почестями левицкого сана и от духовно понимаемой кудели, то есть управляемого и посомого ими от священного народа, и от духовной кожи, то есть недавно пришедших к Богу, еще только оглашенных, но не отложивших мертвенность ветхих одежд греха через возрождение в святом крещении». Таким образом, Нил Синайский настаивает, что и епископские чины, и священнические чины должны все это отвергнуть от себя. Никакого злословия. А под поражением кожи он понимает поражение тех, которые недавно прилепились к телу Церкви, к телу Христову, и у них еще как бы есть то, что продолжается их прежнее греховное прошлое, как-то оно воздействует на них, и они привносят в Церковь, придя в нее из мира, агрессию, которую имели, например, живя в миру, каким-то своим конкурентом и так далее. А здесь они ее уже проявляют по отношению к братьям по вере, что совершенно недопустимо, потому что сказано, не сообразуйтесь с веком Сим, то есть не принимайте на себя всего дурного из вашей прошлой жизни. Блаженный Феодорит Кирский пишет, это вопрос 15-й, что значит закон о проказе? И отвечает, телесными страданиями указывает на болезни душевные. Видите, опять речь идет о том, что любой такой недуг, он связан прежде всего с повреждением души человека. Телесными страданиями указывает на болезни душевные, и говоря о болезнях непроизвольных, обвиняет за произвольные, ибо если естественные болезни кажутся нечистыми, тем паче нечисты болезни нравственные. Говорит же и о различиях проказы, потому что есть разность и в грехах. Есть начало проказы, потому что есть и начало греха. Но как проказу различает иерей, так ему же надо быть судьею и душевных грехов. Прокажением же называет пестроту цвета на коже. Так порог, войдя в душу, делает ее прокаженной. А вот пестроту, то есть разные краски на коже, отцы понимают как разные грехи, которые разными гранями пытаются нас очаровывать. И мы читаем третий стих. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленной в кожу тела, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. То есть именно священник помогает человеку избегать каких-то вот таких душевных болезней, особенно связанных с негативным отношением к другим верующим. Ефрем Сирин пишет, «Это образ обнаженной пред Богом души, когда, лишившись своей красоты, осквернилась она грехом, и как зараженная нечестием не может взирать на Бога с открытым лицом». Или прокаженные, или изливающие семя, под этим образом отлучаются от служения в освятилище, и изгоняются те, в которых сохраняются пометования и зависть ветхого человека. А именно поэтому один человек и злословит другого человека из зависти. То есть какое-то чувство зависти обнаружилось в его сердце, и он начинает сливать другого человека. Блаженный Ироним пишет, в свою очередь, епископы, пресвитеры, не понимая этого места, усваивают в себе нечто из превозношения фарисеев так, что или осуждают невинных, или считают своим правом разрешать виновных, хотя пред Богом требуется не приговор священников, а праведная жизнь виновных. То есть мы, священники, должны руководствоваться тем, сотворил ли человек плод покаяния, или он не сотворил плод покаяния, если он ищет прощения грехов. Блаженный Ироним продолжает. Мы читаем в книге Левит о прокаженных, где повелевается, чтобы они показались священникам, и если на них есть еще проказа, то они признаются от священника нечистыми. Дословно Блаженный Ироним пишет, делаются нечистыми, когда священник как бы выносит им приговор. И Ироним продолжает, это не то, что священники делают их прокаженными нечистыми, а то, что они имеют знания о признаках прокаженного и непрокаженного, и могут различать того, кто чист или нечист. Таким образом, как там священник прокаженного делает или чистым или нечистым, так и здесь священник или пресвитер связывает и разрешает не тех, которые не повинны или виновны, но по долгу своего служения, когда услышат различия грехов, то знает, кто должен быть разрешен, а кто связан. Действительно, священникам дается вот это ощущение той или иной проблемы, когда люди приходят к ним на суд во время собственной исповеди. Есть такая история, однажды два студента решили пойти к батюшке Иоанну Кронштадтскому в Андреевский собор, им некуда было идти, а они знали, что к батюшке Иоанну многие ходят, и один студент сказал другому, пойдем поболтаем с этим Иоанном. Они пришли, подходят так смиренно к батюшке Иоанну, говорят, мы вот на духовную беседу пришли, он на них посмотрел, заводит их в келью, дает две пустых кружки, две ложки и говорит сидите и болтайте. То есть священник действительно может рассмотреть в человеке насколько грех тот или иной является совершенно случайным действием в его жизни. Мы знаем, что жертвы за случайно содеянные грехи и они не такие серьезные, как жертвы за преднамеренные грехи. И теперь мы посмотрим отрывок с 9 по 13 стих. Как я уже сказал, мы будем сегодня в этой большой главе здесь 59 стихов освещать только те тексты, на которые есть комментарии. Если будет на ком язу проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, если опухоль на коже бела и волос изменился в белый и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа. На коже тело его и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Что значит застарелая проказа? Это какая-то страсть, которая уже давно присутствует в жизни того или иного человека. Она как бы стала такой трагической судьбой для него, что ли? И он прилепился к этой страсти, никак не может от нее отделаться. Вот этот образ застарелой проказа. Далее мы читаем. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника и увидит священник, что проказа покрыло все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белый, он чистый. Вот это самый таинственный текст в книге Левит. Представьте себе, если там проказа местами на теле появляется человека, то он нечистый. А если проказа покрыло все его тело, от темени головы до подошвы ног, он объявляется чистым. Как такое может быть? На самом деле это образ того, каким должно быть наше раскаяние. Вот были два брата Каин и Авель, дети наших прародителей Адам и Евы. Они приносили жертвы Богу. Каин приносит от плодов земли, а Авель приносит от первородных стада своего, от ука их. Каин приносит жертву без пролития крови. Такая жертва она приносилась, бескровная жертва, за малозначительные поступки. А вот жертва, которую приносит Авель, это серьезная жертва с пролитием крови. Он как бы признает, что на нем есть некие грехи, за которые он заслужил смерть. но он хочет принести эту жертву заместительную за себя. Почему так? И мы знаем, что жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина не принял. Имеется в виду то, что если ты говоришь о себе, вот тут я неправ, вот тут я согрешил, а в целом я человек неплохой. Можно сказать, что даже хороший человек во всех отношениях, но местами у меня бывают какие-то затмения. Такой нечист в глазах Бога. Таким был Каин. А если человек говорит, мне нет оправдания, от темени головы до подошвы ног, я покрыт грехами, видя такое сокрушение о самом себе, Бог прощает такого человека и объявляет его чистым. Какой же грех действительно совершил Авель? Каин приносит жертву от плодов земли за свои личные преступления. Ну, незначительные, он же еще никого не убил. А Авель приносит кровную жертву, имея в виду и грех отца и матери, понимая, что он наследует этот первородный грех, и он тяготеет на нем так же, как и на них. А их грех был очень велик, когда, отвергнув волю Бога, они поверили змию больше, чем своему Создателю. Поэтому этот текст так и объясняется. И святые отцы так и понимали этот текст. И мы посмотрим, что пишет Максим Исповедник, преподобный Максим Исповедник. У того, кто прокажен в какой-либо части, поражена проказой часть, она омертвелая, ибо животворная кровь уходит и создается полость, и всякий раз, как от прикосновения священника прокаженная полость поддавалась, то есть там пустоты священник обнаруживал, когда прикасался, он объявлял имеющего такую проказу нечистым, так и тот, кто поражен в какой-либо части души, становится нечистым, ибо душа образовала полость, то есть вакуум благодати, добра, то есть была унижена по причине ухода животворной силы добродетели. Тот же, кто прокажен весь, имеет проказу лишь на коже, то есть внутри он не поражен, если он себя объявляет грешным во всем, значит, внутри есть что-то хорошее. И животворная кровь распространяется по поверхности всего тела. Это означает следующее, кто достиг крайнего предела зла, а затем покаялся, тот восстанавливает животворную силу добродетели, и только совесть его еще окрашена прежними предвкушениями, ибо он не может не осознавать, что он сделал, будто он этого не делал. Поэтому закон и объявляет такого человека чистым. То есть когда осознание собственной греховности великого человека, и он кается в этой своей греховности, он напоминает человека, который, погружаясь в воду, достигает самого дна, чтобы оттолкнуться от этого илистого дна и решительно и быстро подняться на поверхность. Учитель церкви Тертулиан в трактате о скромности он пишет, «Он хотел, чтобы человек, обратившись от прежнего плотского устроения в сияние веры, которую этот мир почитает пятном и пороком, весь обновился и почитался чистым, чтобы он уже не был разным, не был вкраплением нового в старое». Тертулиан предлагает немножко другое решение, он настаивает на том, что мир воспринимает наши добродетели как некую проказу, а если мы всецело пребываем в этих добродетелях, которые противны этому миру, то, конечно, мы чисты, потому что мы противоположны этому миру, мы ведем отрешенный от этого мира образ жизни. Но в данном случае одно истолкование не исключает другого. В этом как бы многообразие традиций. Теперь мы посмотрим 14-й, 15-й стих рассматриваемой головы. «Когда же окажется на нем живое мясо, то есть не просто кожа покрыта какими-то нарывами, а уже прямо все эти нарывы лопнули, кожа сползла и такие живые язвы. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто, это проказа». И святитель Иоанн Златоуст, это его беседа на послании к Титу, 3-4, он пишет, «Что же нечисто? Грех, злоба, коростолюбие, лукавство, те ветхозаветные очищения были образами, слышите, братья и сестры, образами, только образами истинного очищения. Священник, говорит, увидев живое мясо, объявит его нечистым». Живое мясо нечисто, это проказа. «И грех есть также нечто пестрое и разнообразное». О чем я уже говорил, что отцы понимают пестроту вот этих болячек, как указание на очарование греха, поэтому Златоуст пишет, и грех есть также нечто пестрое и разнообразное. А что на это именно указывается здесь, видно из дальнейшего. Если проказа будет постоянно на всем теле, то человек чист, а если ни одной части, то нет, нечист. Видишь ли, что нечистым бывает то, что разнообразно и переменно? О чем здесь пишет Златоуст? О том, что с утра ты себя повел правильно, а к вечеру плохо. И вот твоя пестрота, с одной стороны, это непоследовательность, называя христианином, человек ведет себя не по-христиански, как апостол Павел пишет, ради вас имя Божие хулиться среди язычников. А с другой стороны, есть действительно такое пестрое очарование разнообразия грехов, когда дьявол подсовывает то или иное искушение в такой красивой обертке. В красивой обертке. Я помню в молодости я однажды вышел из своей квартиры и в подъезде стоял соседский мальчишка на лестничной площадке и он надувал мыльные пузыри у него. Был такой стаканчик, он туда пускал рамочку и так надувал надувал а я никогда не видел этих мыльных пузырей тогда только завозили к нам вот эти приспособления и они были такие огромные большие пузыри надувал и они были разного цвета там синее желтое голубое бирюзовое я прям зачарованно смотрю на этот пузырь а он хлоп лопнул ребенок еще один пузырь надувает он увидел сосед смотрит еще больше надул я смотрю опять хлоп лопается так вот и грехи дьявол их иногда преподносит в таком виде что они становятся неизбежно соблазнительными для нас очаровывают нас привлекают нас мы в этом начинаем видеть смысл собственного существования но все это очень и очень опасно теперь мы рассмотрим текст с 24 по 25 стих или если у кого на коже тело будет ожог и на зажившем ожоге окажется красноватые или белые пятна и священник увидит что волос или пятно изменился в белый и оно окажется углубленным в коже то это проказа она расцвела на ожоге и священник объявит его нечистым это язва проказа ну само слово ожог может указывать на такое воспламенение греховное в жизни человека когда его совесть обжигается этими пламенеющими страстями и здесь конечно необходимо затушить все эти страсти привести свои чувства в необходимое равновесие блаженный ироним пишет это его трактат толкования на пророка Михея седьмая беседа он пишет впрочем гораздо лучше не иметь ран и не нуждаться во враче излечивание не есть блаженство для выздоровевших а только облегчение после болезни и так кто излечился пусть постережется чтобы снова не грешить и чтобы снова не сделалось с ним что-либо худшее в книге левитма читаем если только читаем открытыми глазами и покров положенный на законе не закрывает восприятие внутреннего ока именно что проказа обыкновенно зарождается на рубце или ране от обжога и изменяет цвет кожи и к прежде бывшему безобразию язвы присоединяется новая нечистота блажен ироним имеет ввиду когда один грех становится началом другого греха еще более страшного это я говорю для того пишет он чтобы кто-либо не заботись о покаянии ибо после греха он может сказать я перенесу гнев божий потому что я согрешил пред богом пока он рассудит дело мое чтобы он не согрешил снова уже согрешив и не стал нуждаться в излечении новом излечении таким образом выздоровевший не получил снова ран действительно как сказано в книге притч человек из себя иногда ведет так как вымытая свинья возвращается в грязь или там вымытый пес возвращается на свою же блевотину вот так получается что некоторые всю жизнь наступают на одни и те же грабли и испытывают боль то есть мы ничему не учимся вот в этом серьезная проблема а если мы откроем православный молитвослов там есть такие слова как прежде служили сатане или стивам наипаче послужим тебе господи здесь имеется ввиду то что мы должны научиться на нашем отрицательном прошлом тому как не надо жить как не надо повторять грехи и теперь мы рассмотрим текст 45 по 46 стих у прокаженного на котором это язва должна быть разодрана одежда то есть он всем своим видом должен был показывать что он нечист и голова его должна быть не прикрыта и до уст то есть до рта он должен быть закрыт и кричать нечист нечист во все дни доколе на нем язва он должен быть нечист нечист он он должен жить отдельно вне стана жилища его и мы знаем что в одни сус христа прокаженные ходили по 10 человек по одному человеку по 2 человека это были такие группы и они имели специальные такие одежды и на краях этих одежд были позвонки колокольчики подвешены чтобы в темноте кто-то услышав этот звук понял что идет прокаженный а когда прокаженный приближался к какому-нибудь жилищу он должен был кричать нечист 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 иначе на него ложилась большая ответственность святитель Иоанн Златоуст пишет был древний закон изгонять прокаженного из города чтобы и живущие в городе сделались лучшими и сам он не был предметом шуток и посмеяний для желающих оскорблять его но чтобы оставаясь вне города он имел уединение завесою несчастья человек должен нести те эпитемии которые ему дают за содейные грехи за какие-то содейные преступления и может быть оказаться и в неком карантине по отношению к сообществу верующих а если при этом наши служебные обязанности заключаются в том что мы должны все время общаться с верующими как же тогда поступать очень интересное рассуждение мы находим у Ефрема Сирина он рассуждает какой смысл во всех моих проповедях если я утопаю в грехах и потом он продолжает наверное смысл должен заключаться в том что утопая в грехах я буду кричать людям не подходите ко мне слишком близко не становитесь такими как я чтобы на своем примере преподать им хотя бы такой урок и следующий текст это 56 стих по 57 если же священник увидит что язва помытие сделалась менее приметна то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи или от основы или от утока если же она опять покажется на одежде или на основе или на утоке или на какой-нибудь кожаной вещи то это расцветшая язва сожги на огне то на чем язва патерий епископ бреши в своих изъяснениях ветхого и нового завета предлагает объяснение патерий не был самостоятельным экзегетом он как правило озвучивает точку зрения григория великого папы римского который у нас больше известен как григорий двоислов патерий пишет мы знаем что некогда поступили дурно и избегаем этого в своих поступках то есть чтобы не возвращаться к преждесотейным грехам однако грех прежде владевший нами в одних наших делах вкрадывается незаметно в другие ведь есть некоторые из повинных в плотской нечистоте кто поразмыслив приходит в себя и признает себя виновным в своей неправде однако едва исправившись от нечистых деяний они тот час начинают в глупом преузношении хвалиться своею чистотою и кем прежде владела в теле нечистота деяния тем же впоследствии владеет помышление нечистота возношения видите как братья сестры происходит Патерия продолжает что у них как нерасцветающая язва которая не уходит с одежды но меняет на ней место ибо одеяние святой церкви это каждый верный почему о нем и честь пророка говорится живу я говорит господь всеми ими ты обличешься как убранство это ссылка на пророка Исаия 49 глава 18 стих далее Патерия пишет стало быть язва расцветающая и блуждающая не уходит с одежды когда душою которая представляется верным владеет грех из-за неизменности порока ведь если некто превозносился богатствами которые стяжал в этом мире но услышав из уст проповедника что все это бредно раздает их бедным однако от самой раздачи начинает превозноситься в сердце если вначале им владел превозношение из-за обладания то потом из-за щедрости значит язва как мы сказали сменила место надежды другой склонен к неумеренным и необузданным шуткам но если его тронула речь проповедника он стремится сдерживаться предавшись серьезности и не радоваться рассеянной радостью однако часто когда больше чем нужно он воздерживается от радости дух его приходит в гнев и печаль пришпоривает раздражительность и извит сдерживаемую душу острием ярости и так когда порог неуместного веселья из-за неумеренности воздержания приходит в порог гневливости язва расцветающая и блуждающая оставила место которое занимало и заняло свободное это очень удивительное истолкование здесь Патерия епископа Бреши показывает как грех из одного состояния переходит в другое и действительно человек мог бороться с тем что он раньше был таким шутом а потом впадает в такую гневливость такую строгость что лучше бы и не начинал такой борьбы потому что когда мы всех держим в неком напряжении в этом есть некая опасность как однажды к Антонию Великому пришел один охотник взять у него благословение и он увидел как Антоний разговаривает с братьями и всех охочет что-то веселое ему рассказывает и в сердце этот охотник он осудил Аву Антония но решил все-таки взять благословение он подходит говорит очень благослови а Антоний на него посмотрел сразу все понял и говорит ну-ка натяни свой лук тот натянул Антоний говорит еще натяни он еще натянул Антоний говорит еще натяни а он понимает что сейчас все это сломается тогда Антоний говорит все хватит и благословил его этот охотник пошел и понял если держать всех в каком-то архе напряжения не то что тетива лопнет и лук сломается но и люди могут сломаться и эта глава оканчивается это 58-59 стих, если же одежду или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве, проказы на одежде шерстяной, или льняной, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистой или нечистой. То есть дважды надо омыть любую нечистоту в своей жизни. Имеется в виду, что когда мы крестимся, мы избавляемся от любой нечистоты. Если бы после крещения мы не грешили, то все было бы очень отлично. Но так как человек и после крещения может совершать, увы, какие-то опрометчивые деяния, у нас существует еще и таинство исповеди, которое так и называется второе крещение. И всякий раз, когда, будучи очищенными, но потом упав, мы нуждаемся в новом очищении, мы должны к нему прибегать со всяческим вниманием, чтобы не только наши души, но и наши тела, и даже наши одежды, все в человеке было бы чисто и совершенно. Продолжение следует...